День без взрывов – лозунг ежегодного благотворительного марафона ДОТ ПЕЦИ. В этом году вся страна будет собирать деньги для детей из Украины, которые в одночасье стали беженцами. Три диджея будут работать в стеклянной студии почти без сна и еды. А четвертый диджей пробежит семь марафонов по 42 километра. Старт уже завтра утром. О подготовке к большому благотворительному марафону расскажет Евгения Копылова. Хочется маму рядом, папу, родителей. Когда начинается тревога, получается, что не выходим на урок. Даже те, кто за границей, не выходят на урок, потому что запрещено. Анна, Дарья, Илья и Ксения – дети Украины. Все они сейчас живут в Латвии. И таких детей, которые бежали от войны, здесь больше 10 тысяч. Это треть всех беженцев, которых приняла Латвия. Именно поэтому в этом году благотворительный марафон Дот Петти посвящен им. Чтобы диджеям было где собирать деньги и ставить заказанные песни, на Домской площади появилась специальная студия. Марафон круглосуточный, поэтому сна будет мало, а еды не будет вообще. Глупо называть это страданиями, но это тоже своего рода дискомфорт. Мы будем питаться только смузи. Из-за того, что мы не пережевываем еду, расслабляется мускулатура челюсти. В свои первые ночи здесь я поняла, что сложно управлять своей речью, потому что не происходят привычные движения, когда жуешь. Поэтому у нас будет жвачка. И в свободное время мы будем напрягать свою челюсть. Для Ленды Самсоновой это второй год в студии, но до этого она семь лет проработала продюсером марафона. Это выглядит как космический корабль, но когда знаешь, за что отвечает каждая кнопка, тогда не так сложно. Микрофон, программа, с которой мы запускаем песни. Также здесь мы можем посмотреть, сколько собрано пожертвований, какие комментарии будут, какие песни выбраны. Здесь будут стоять мои коллеги Марта и Эдгар. Я перееду сюда первый раз, собрал чемодан, такой, как в путешествии, чтобы была одежда, зубная паста, щетка и так далее. Думаю, что ожидает достаточно бешеная неделя, переполненная разными эмоциями. Эдгару Вилтонцу тема марафона, пожалуй, близка больше всех. Он сам из Украины, хоть и прожил какое-то время в Латвии. Девять месяцев назад пришлось переехать снова. В самом конце февраля поехали, потому что дорогу начали блокировать, и мы успели очень, слава богу, вовремя. Тоска, естественно, есть и боль в сердце. Ну, такая, как если бы, не знаю, обижали какого-нибудь близкого человека тебе, очень родственника. Ну, родина, тут ничего другого особо и нельзя сказать. И третий диджей, который проживет в студии неделю в третий раз – Марта Григола. Завтра она оставит мужу двух детей и переедет. Мой первый марафон был сложным, потому что я не знала, чего мне ожидать. Я была первой девушкой, которая участвовала. Второй раз были другие переживания. Я была беременна. Этого еще никто не знал. А сейчас невероятно тяжелая тема. У нас у всех поменялась жизнь. Конечно, не так, как у украинцев. А вот Томс Грэвинч, основоположник марафона, уже второй год подряд будет за пределами студии. Бежать. Три раза я пробегу в Риге, потом отправлюсь в Резек на Дауговпел, Сталси и Елгову. Каждый день я буду бежать 42 километра. А что не так с погодой? Погода – высший класс. В прошлом году я начал эту беговую традицию. Тогда я пробежал пять марафонов и собрал почти 100 тысяч евро. Но аппетит растет во время еды. И я надеюсь, что в этом году смогу порадовать суммой больше. Пожертвовать деньги можно в специальном ящике около самой студии или на сайте dotpeci.lv. Там же вы найдете более подробную информацию о марафоне. Евгения Копылова, Нормандс Павловский с Русалосе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!